Смена дежурного инженера Вячеслава Буянова пошла отдыхать. В этот исторический день на БДМ-7 работали старший машинист Андрей Шинин, машинисты Константин Шмырин и Дмитрий Мизин. За сушильную часть машины отвечали Андрей Тропников и Юрий Олешков, за размол Наталья Пустыникова и Ольга Симахина. Эмоции и спустя время переполняли молодой коллектив. Махали руками, и была такая радость, что наконец-то подали. Все поэтапно идет. Сначала на сетку, потом сетки уже на пресса, потом узкая. Это вот этап за этапом идет, и это, конечно, продвижение вперед. И то, что с вас, с вас и поехали. Вот именно этапы между. Сегодня это, завтра это. Я вообще за ребят, как молодцы, конечно. Столько дней они бегали с этим концом, как говорится. Вот так называют все. Узкая. И все-таки добились молодцы. Сегодня домой позвонили мне, что второй тамбур мотается. Даже не поверила. То есть даже ребята со смены звонят тем, кто отдыхает, да? Мотаю второй тамбур. Вообще замечательно. Аж прям вау. Я специально даже сегодня на работу пешком пришла раньше, чтобы это заснять. Вот еще когда тамбур крутился, на видео стояла, снимала. Весь город без всякого преувеличения ждал этого момента. На комбинате это прекрасно понимали и старались не подвести. После того, как три полноценных тамбура застыли перед продольно-резательным станком, машина пошла на холостом ходу. Вечерняя смена внимательно следила за мониторами компьютеров, отмечая все нюансы в работе БДМ. После испытаний у «семерки» небольшой останов, корректировка выявленных погрешностей. И машина станет в строй действующих. Впереди освоение мощности и невиданной доселе скорости. Но как бы то ни было, история нового коряжемского производства началась с чистого листа.